...море, люди земли, люди леса, люди тундры, народы Средней Азии и Казахстана. Это совсем недавно наша экспозиция открыла в прошлом году, где мы окрашиваем культуру, включая городскую, осетно-земледельческую культуру, культуру полукочевых народов, степной зоны. Совсем недавно, в мае месяце, мы открыли экспозицию народа Южного Кавказа, где показываем этот регион, непростой, в современном понимании, с разными проблемами абсолютно объективного и субъективного характера. Но хотел бы подчеркнуть, что наш музей исторический, и мы показываем ситуацию такой, как она была на рубеже 19-20 века. Кроме того, в нашем музее существует... Владимир Владимирович, не сердитесь... Да-да-да, а я, Владимир Владимирович, у меня в этом уже в полчаса лежал. Спасибо. То есть, по моему мнению, еще одна минута. Я хотел сказать, что для меня, как для музейного человека, огромное удовольствие составило вчера посетить культурный центр Назарбаева, где я увидел совершенно потрясающую экспозицию с уникальными этнографическими предметами. Вчера вечером мы посмотрели фильм, который посвящен в истории борьбы казахского народа с генгарскими завоевателями. Это фильм, который был чрезвычайно насыщен, потрясающим... Потрясающими этнографическими элементами, с безусловной такой исторической точностью, воспроизводил всю эту атмосферу и обстановку. И сегодня господин государственный секретарь лично показал нам выставку, приуроченную Конгрессу, которая показывает, какова велика степень заботы руководства Казахстана в деятельности нас, музейных работников. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Я прошу прощения, что я поджимаю. Коллеги, соблюдайте, пожалуйста, регламент. Владимир Сергеевич Малышев, ректор ГИКа, поскольку здесь о ГИКе говорили много, он будет говорить мало. Владимир Сергеевич Малышев, который действительно очень много делает для того, чтобы ВУЗ стал сегодня одним из мировых центров подготовки к генгинографии. Прошу вас, Владимир Сергеевич. Добрый день, дорогие друзья. Для того, чтобы соблюдать рекламент, я предлагаю больше не читать докладов, говорить своими словами и не брать с собой свои децы, потому что они расходятся иногда с часами ведущими. Дорогие друзья, полгода не был в Астане, и просто великолепное ощущение, столько солнца, энергии, добра. Добрый день. До встречи!